Здравствуйте! С вами канал Вкусный Огород Барнаул. Сейчас идет вторая половина сентября и принято решение начинать убирать цветную капусту. Цветной капусты выращиваю в этом сезоне немного, всего два сорта. Коза-дереза и коза-ягоза. Коза-дереза это старый проверенный сорт, выращиваю его много лет. Каждый год он завязывает кочаны, забегая вперед скажу, что и в этом году тоже есть кочанчики. А коза-ягоза используются впервые. Эта капуста была посеяна семенами, как и вся капуста в начале мая, под укрытие. И потом рассада уже росла на грядке. Этот сезон для цветной капусты оказался очень неблагоприятный. Перепады температур, то тепло, то холодно. И, к сожалению, с капустой получилось не очень хорошо. Вот капуста, например, коза-гереза. Только всего лишь один кочан более-менее завязался. Вот он. Вот такой кочанчик. Он среднего размера. И видно, что качество кочана не очень хорошее. Специфический зеленый цвет начал появляться. То есть, этот кочан надо убирать, иначе он может начать портиться. Поэтому этот кочанчик сейчас буду срубать. На остальных растениях, козы-герезы, вот на этом, например, кустики вообще еще кочана нет. И это, напомню, вторая половина сентября. Это, конечно, ненормально. Вот на этом кустики завязывается кочан, но еще совсем маленький. Посмотрим, вот он. Ну, он еще вполне может дорасти, поскольку капуста может расти до самого позднего времени. Вот этот кочан буду убирать по той причине, что он начинает портиться. Но действительно, погода установилась очень жаркая, сырая, и лучше его убрать. Вот такая картина с капустой коза-гереза. Но все-таки ее стоит похвалить, потому что все-таки кочаны на ней завязались, пусть не очень хорошие. А со вторым сортом цветной капусты, коза-ягоза, ситуация значительно хуже. Один кустик вообще погиб, их было три. Из двух оставшихся одна капуста ушла в стрелку, зацвела. Вот такие вот цветоносы. Конечно, ничего на ней уже не выросло, это понятно. Буду это убирать сейчас. Но один единственный оставшийся кустик цветной капусты коза-ягоза удивил очень сильно. Здесь головка завязалась. Вот она. Но дело в том, что она ничуть не соответствует капусте коза-ягоза. То есть кочан капусты коза-ягоза должен быть совсем другой. Он примерно такой же белый должен быть, как у козы-герезы. И вот этот вот зеленоватого цвета качан со специфическими вот такими дольками, он, конечно, совсем не соответствует сорту. То есть это просто капуста не коза-ягоза. Уж не знаю, хорошо это или плохо. Дело в том, что некоторые огородники написали, что это капуста романеска. Очень хороший сорт капусты, очень интересный, очень вкусный, очень полезный. Так что, может быть, мне попалась вместо козы-ягозы вот эта вот капуста романеска. Уж не знаю. Качанчик, правда, не крупный. Но буду его срезать, пробовать. Раз хвалят очень эту капусту. И может быть, нет худа без добра. Вот такие бывают загадочные, практически детективные истории с капустой. Ну, это, очевидно, капуста не коза-ягоза. Возможно, поэтому и другое растение зацвело раньше срока. То есть это пересорт. Но делать нечего. С одной стороны, конечно, урожай цветной капусты в этом сезоне не очень хороший. Но все-таки, общаясь с другими огородниками в нашей местности, у всех такая проблема. Погода в этом сезоне, видимо, не дала цветной капусте показать себя во всей красе. То есть ситуация у меня не самая плохая. Все-таки несколько качанчиков есть. Вот эта вот капуста непонятная. Ну, назовем ее все-таки романеска, как подсказывают огородники. И капуста коза-дереза. То есть качанчики цветной капусты есть. Меньше, чем обычно. Качество может быть не очень хорошее. Но все-таки урожай цветной капусты в этом сезоне присутствует. Что очень хорошо. Ну, а в остальном капуста росла нормально. За исключением того, что очень сильно отставала. И вот такие проблемы с сортностью и с качанами капусты. Ну, как бы то ни было, считаю, что мой скромный урожай цветной капусты это лучше, чем ничего. Так что будем считать, что все нормально. Растение козы-дерезы, где качанчик маленький, будет оставлено. Пусть он нарастет побольше. Но вот этот качан, конечно, буду срубать. Потому что большие шансы, повторюсь, что он испортится. После того, как цветная капуста была срублена, качанчики очищены от листьев, вот теперь можно рассмотреть их более тщательно. Сразу видно, что несмотря на очень мощную ботву, качаны-то не очень крупные. Вот это моя любимая коза-дереза. Видно, что головка-то не очень увесистая. Но все-таки она выросла. За это ей большое спасибо. Правильно сделал, видимо, что ее убрал. Вот видно, уже начинается головка портиться. Пока она еще вполне съедобна. Но, тем не менее, я думаю, оставлять ее не стоило дольше. Так что, вот такая вот скромная в этом сезоне коза-дереза. Когда-то срывал вот такие головки размером 6,5 килограмм. Ну, и это, я думаю, лишнее не будет. Гораздо интереснее ситуация со вторым сортом капусты. Вот с этой капустой. Эта капуста была приобретена как коза-ягоза. Ну, сразу ясно, что это, конечно, не она. И действительно, не зря мне подсказывали огородники. Тщательно ее рассмотрел. Очень похоже на капусту Романеско. Очень хорошая капуста. Но все-таки покупал я не этот сорт. Видно, что вот и цвет соответствует, и вот форма соответствует. Ну, точно не могу сказать, попалась мне эта капуста впервые. Но все-таки очень похоже на капусту Романеско. Конечно, попробуем ее. Говорят, она очень вкусная. Ну, надеюсь, выращена она не зря. Головка небольшая. Вот видно. Даже в сравнении вот с этой тоже не очень крупной головкой козы-дерезы. Но все-таки капуста выросла. Из трех растений вот одна такая небольшая головка. А у козы-дерезы еще два растения оставлены на грядке. Поскольку там еще есть возможность подрасти качанчикам. Буду за ними следить. Если они не будут портиться, они еще подрастут. Ну, итоги урожая цветной капусты уже можно подвести даже сейчас. Конечно, это не самый хороший сезон оказался для цветной капусты. Но, тем не менее, капуста выросла. И это очень хорошо. В конце пожелаю всем огородникам выращивать цветную капусту. Ну, а если урожай не очень хороший, не отчаиваться. В другом сезоне она покажет себя гораздо лучше. Всем всего самого доброго. Хороших урожаев. До свидания. Кися. Ну, что ты тут делаешь? А, кися? Какая красивая кися. Да не бойся, не бойся, не бойся. Вот она какая. А глазки-то какие красивые. А сама-то какая гладкая. Ну, ничего тебе не дам. Ну, пошли вместе с обходом территории. Вот эта киска каждый день ходит мимо. Мне нравится, что я с ней иду. Ну, конечно. Я здесь только в гостях. А кошки здесь хозяева. Ну, и что там ты нашла? Ух ты, муха тебе. Вот она какая-то. Поймала, что ли? Смотри, а то цапнет тебя пчела или оса. Все, пошла по своим делам. Спасибо. Спасибо.